Я хотел обратить внимание вот на такую деталь. Смотрите, кто мы с вами вообще по сути? Мы по себе говорим, что мы личность, мы индивидуальность. Но из чего мы состоим, наша индивидуальность? Смотрите, мы родились в какой-то семье. Кто формировал нас? Такими, какими мы стали сейчас. Кто формировал нас? Первым делом, маму, папу, бабушку, дедушку, потом подостали, там где-то садики формировали, потом школа, потом улица формировала. И мы впитывали в себя элементы вот этой среды, которые мы ждем. Там что-то, кто-то вот это взял, кто-то слова подобрал, кто-то образ внешнего вида, кто-то... И мы до момента совершеннолетия нашего впитывали в себя что-то чужое. И назвать, вот то есть, что это я, это очень с натяжкой можно назвать. Теперь смотрите, вы воспитывались в одной среде, я в другой, кто-то в третьей, четвертой. Вот, и теперь вот эти разные среды формирования личности создают семью. Понимаете, о чем я говорю? И как следствие, мы, когда говорим муж, так это тот, который на белом коне прискакал, который, да? Мы, если жена, так это писаная красавица, это пироги питьет. Мы какой-то образ просим, но на самом деле мы же не такие. Мы же не такие. И вот эта среда нашего формирования определила наши отношения друг с другом. Все идеи, вот, и мы так и живем. Из того, с чего мы... Как, я тебя слепила из того, что буду, да? Вот такие мы и налетвились друг к другу. Вот, я начну так, говорю, друзья. Теперь пришло время, когда Бог открыл наши глаза, и мы увидели другой мир, другой образ жизни, другие законы. И вот теперь качество нашего, нашего внутреннего человека, или рожденного свыше, должно формировать Слово Божие. Формировать на основах Божьих, на Его воле, на Его взглядах, на те или другие вещи. Вот это должно формировать. Тогда мы, уже более-менее сформированные на вот этом Божьем Слове, будем формировать вокруг себя детей наших, если они маленькие, в луках наших, мы будем влиять на них с точки зрения своей морали, которая основана на Библии. Уже не на, как люди скажут, нет, не на этих, а уже на том, какое мнение Божье. Почему? Постоянно мы читаем Эпиблию, читаем Слово Божье. Оно будет нас формировать, оно будет нас окрашивать. Вот это то, что мы будем дальше передавать. Это то, что будет делать счастливыми наших детей, они не будут замазываться. Вот этот образ мира, который сегодня вот такой пёстрый, такой отвратительный, в плане вот этого обезумия, называя себя умными, и в том числе и однополый брак, и так далее, и так далее. Так кто-то это должен делать. И вот правильно сказал, что вот Меркель, она прямо и сказала, берите и занимайтесь, берите и делайте, берите и живейте по Слову Божьему, берите и учите детей по Слову Божьему. Понимаете? И тогда мы будем менять нашу жизнь, нашу соль. Она будет осадивать на разлагающемся мире. Ну, вот это только хотел сказать. Допустим, у вас соль, завтра у меня, в последний день, а послезавтра я уже приезжаю.